Если ты не служишь другим, совершая аскезу, а хочешь ее сделать для себя, значит тогда эта аскеза приносит только одни страдания. Допустим, ты хочешь вылечить рак. Вылечи его для того, чтобы жить для детей. И Бог примет эту аскезу. Это благородный поступок. Некоторые женщины говорят, а мне некогда болеть, потому что у меня маленькие дети. И это правда, она приходит обследование, болезней нет. Потом расслабилась, дети выросли, начала болеть. Почему? Не для кого жить. Результат болезни. Человек должен для кого-то жить. Он не должен жить для себя. Но если просто человек молится, он уже для кого-то живет. Он живет для садового человека, он наполняет его наставления. И наполняется солнцем от него, солнцем вот этой энергии силы, сильного счастья. И потом можно уже всем раздавать. Потому что в чем проблема? Мы озабочены жизнью. Озабочены означает, чего-то не хватает. Но есть простой способ решить эту озабоченность. Просто помолитесь. И вы увидите, что здесь уже станет хорошо. Я изучал эту тему. Очень серьезно изучал. Вот смотрите, есть проблема, допустим. Молитва решает проблему или нет? Допустим, меня выгоняют с работы. Молитва решает проблему? Опыт показывает. Нет. Молишься, все равно выгоняю. Так? Вот смотрите, мой опыт. Я беру, вот святой человек. Я начинаю ему кланяться. Молюсь. Первое, что происходит? Я молюсь, 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 молюсь. Верю, что он поможет мне. Первое, что происходит? Кто знает? А? Первое происходит то, что ты забываешь про проблему. Ты молишь, ты раз, он в лег, все как будто ее нет. И перед тобой только стрятость этого человека, думаешь о нем. И ты наполняешься счастьем от него. Первое, что происходит, проблема перестает волновать. Знаете, почему она перестает волновать? Не потому, что она пропала. А потому, что твоя сила счастья стала сильнее этой проблемой. И поэтому она тебя уже не волнует. Ведь сердце знает, куда направлять свои силы. Оно всегда направляет свои силы туда, где есть опасность. Но если опасности нет, оно сразу успокаивается. Это работает всегда одинаково. Никогда не работает по-другому. Первое, что происходит, ты отвлекся от проблем и начал думать об этом. Второе, что происходит? Дальше, что происходит? Если ты дальше продолжаешь молиться, что происходит? Ты находишь выход. Правильно. Ты молишься, молишься, молишься. И ты находишь отношение к этой проблеме. Как к ней надо относиться в жизни? У тебя приходит правильный ответ. Как правильно настроиться по отношению к ней? Это следующий уже момент. Это значит, что ты уже встал на платформу разума. Ты начал контролировать ситуацию. Разум выключается от чего человека? От страданий. Страдающий человек, он ничего не соображает. Он не знает, как ему жить. Он метается везде. Ему нужна помощь, потому что разум отключился. Иногда страдания становятся настолько сильными, что разум отключается просто и все. И ничего с ним не сделаешь. Что у мужчин, что у женщин. Человек не знает, что ему делать, как жить. Понимаете? Результат энергии страдания так есть. Человек молится, 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 молится. Разум отключился. Означает, опа, знаю, что делать. Он чувствует, что так надо делать. И все. Выход всегда есть. Думаете, есть безвыходные ситуации? Вот, допустим, человек тело оставляет. Это безвыходной ситуации нет. Безвыходной? Он умирает от рака, допустим. Безвыходной ситуации нет. Поднимите руку, кто считает безвыходной ситуацией? Молодцы, правильно. Вот две женщины считают, что это безвыходная, безвыходная. Но на самом деле выход есть. Потому что, когда человек умирает от рака, он должен понять, что делать дальше. И веды говорят, что если человек в момент смерти сосредотачивается на святом человеке, или на Боге, или на молитве, то в этот момент, когда он оставляет тело, он идет в высшую обитель. Испытывает глубокое счастье в этот момент. Даже в момент смерти он оставляет передо тело, он оставляет безболи. Станик глубокого погружения, глубокое счастье, с румяненькими щечками. Не знает такого. Я знаю, я же вам рассказываю, что я работал в одном святом месте, в госписи, куда приезжали люди, святые, возвышенные люди оставляют тело. Видел, как это происходит? У меня есть опыт. Видел, как это вот так. Да? Да, улыбка даже, наверное. Остается в муниципе. Человек умирает, у него улыбка остается. Улыбается. И он, и лицо озарено счастьем. Его касаешься, вот так вот, до стоп до него, то трагиваешься, когда он тело оставил, вот так себе на голову раз, и ты чувствуешь блаженство просто. Рядом с этим человеком стоишь, от него благоухает. Него не идет, а благоухает. А может быть, он улыбается, потому что он отмучился? А, как бы женщина докладывает. Она говорит, а может быть, он умирает, потому что отмучился? Как бы отмучился, улыбается. Конечно, он улыбается, потому что он отмучился. Потому что для некоторых жизнь это мучение, а для других это единственный выход. Вы поймите, что люди, которые должны в ад попасть на низшие планеты, они не улыбаются и не улыбаются, потому что они видят ребят, которые их тащат туда уже, в момент смерти. Чёртиков, знаете, ведь надо всё это изучать. Вы знаете, почему к людям, которые в белой горячке находятся, приходят одни и те же видения? Одно и то же. Чёртики приходят. А знаете почему? Потому что они уже говорят, докладывают обстановку, что ты уже к нам пойдешь, брат. Напился. Потому что Веда объясняет, что есть живые существа, которые в тонком теле находятся, и они хянули, живое существо вниз, на низшей планете. Это описано, Веда, как это происходит. Они примерно даже описание их, как они выбили. Вот чёртики и чёртики, они как нам дают. Их Веда называют римадуты. А? Да, да, да. Ну, вот. По-всякому, надо смотреть на него. Есть много признаков, куда он пошёл, даже по телу. Допустим, тело, от тела исходит в такой, втрадание и скорбь. Вот подходишь к телу и так, плохо становится. Это значит, что он вниз пошёл. Если к телу подходишь, и такое ощущение, как будто вот что-то недоделал в жизни человек, недожил как будто, рано ушёл, такое ощущение, рано ушёл. Это значит, что он поставится на средних планетах, где-то на Земле родится, и на похожих планетах, как Земля. Если подходишь к телу, и ощущение любви, счастья, возвышенное чувство, такое уважение сильное к человеку, такое думаешь, Господи, какой человек тело оставил, значит, на высшие планеты пошёл. Не имеет значения. Вот подходишь к телу, и будут разные эффекты. Такие-сякие. Чаще всего люди погибают, отправляются на высший планет. Не по своей воле человек погиб, а если он идёт в машину, там, холодный, в ад. Нефиг баловаться. На Земле кто остаётся? Это ещё одна попытка. Ещё одна попытка понять, зачем жить на этой Земле. Нет, нет, там тоже Веды говорят, не всё, не всегда. То есть, человек отстрадает, сколько ни положено, низший планет, потом идёт на верхний, потом опять на средний, пока он не поймёт, как жить. Этот мир весь, Веды говорят, предназначен для того, чтобы понять, как жить. Что мы души надо понять, что мы вечные существа. И надо думать о вечном. О вечном означает, о счастье, о любви, о смирении, о правдивости, о сострадании. И этим надо жить, вот этим чувством. Не деньгами, не квартирами, не заботами, не тем, что меня обидели, не тем, как вылечиться, а жить вот этими чувствами, понимаете? И когда человек так живёт, у него и возможность вылечиться появляется, и всё, у него разум начинает работать правильно, он встаёт на место. Поэтому человек должен любыми способами отвлечься от себя. А единственный способ отвлечься от себя, это или находиться рядом с чистыми людьми, которые не думают о себе, или поклоняться им. Можно слушать духовную музыку, слушать лекции, можно всё, что угодно делать, лишь бы не контактировать с тем, что оскверняет тебя, осквернение означает думать о себе. Когда человек отвлекается от всего, он начинает жить счастливо, у него другая жизнь появляется, потому что он продуцирует, и, наверное, счастье загнивает, если внутри себя. Человек о себе думает, он как замкнутая система становится, вот так. Внутри циркулирует, всё загнивает, тухнет. Когда начинаешь отдавать, всё начинает циркулировать. Вот, допустим, улыбнулся человек, тонкий улыбнулся, улыбка увеличивается, размножается. Для себя что-то сделал, ничего не увеличивается, понимаете? Всё затухает. Понимаете, разницу или нет? Что человек, когда делает не для себя, у него идёт пропуцирование, вот эта энергия, обмен идёт, счастливая энергия, он становится счастливее, счастливее, счастливее в жизни. Это бесконечно, это никогда не кончается. Душа бесконечна по природе. Это может просто стать таким, что человек просто начинает светиться, как лампочка, назвать святой. То есть, из него столько исходит, что всем хватает. Потому что он хочет всем помочь. Не потому у него столько исходит, что он такой крутой, я святой. Нет, он так себя не считает. Наоборот, думает от других постоянно, каждую секунду. Он вообще о себе не думает, ни секунды. Ему некогда о себе думать. Не хочет о себе думать, неприятно о себе думать. Думает только о других. Меня спрашивают иногда, почему святые болеют? Потому что некогда себя лечить. Им в принципе можно вот так вот себя вылечить. Но они не хотят. Некогда. Не хотят себя лечить, и не хотят о себе думать вообще. Никогда другим помогать. Я кучу примеров таких знаю. Как люди так, почему живут. И они счастливы. И на самом деле, жизнь в этом теле ведь, ну что, чуть-чуть побольше пожил, еще дальше. Все равно помирать придет скоро. Ну побольше ты на 5, ну на 10, на год пожил побольше. И что дальше? Все равно ты в этом теле придется помирать. А дальше тебе придется жить. Вопрос как? Вот в чем проблема. Мы думаем только об этой жизни. Но нам надо думать дальше. Потому что жить-то осталось совсем немного. Я не буду вам говорить, сколько вам осталось жить. Потому что вам станет плохо. Вы опечалитесь. Не скажу. А почему в армии отрабатываются? Почему не расстраиваются? А? Почему в армии отрабатывают карму? В армии отрабатывают карму. В армии отрабатывают карму. Да, и отработал карму. Пошел, пошел, пошел. Я много раз такое видел. Родился 5 лет, пожил, лейкоз какой-нибудь. Он отработал карму, перестрадал. До свидания. Потому что у него же карма мало осталось. Ему надо просто чуть-чуть пострадать. И на высшей планете наслаждается живой существом. Потому что очень благочестивый. И обычно такие ребенки, дети, которые вот такие, они светятся все. Но почему он такой святой был? Он никогда плохого слова никому не сказал. Почему он так рано умер? А потому что он был святой. Что ему здесь делать-то? Он карму отработал, пошел дальше, в детском воздухе, наверх, чтобы испытывать счастье. Вот и все. А родители? А родители? А мне, а я, а меня, а для меня. А родители должны страдать. А родители должны страдать. Почему надо? Долг у родителей заключается в том, чтобы лечить ребенка. Надо лечить. Да, надо лечить. Мы должны лечить. А как судьба поступит с ним, мы не знаем. Это не наше дело. А если человек ушел, надо молиться о нем, чтобы у него там все хорошо было. Потому что он уходит, иногда он счастлив там, а иногда страдает. Когда счастлив, у тебя жалость за себя. Вот он ушел от тебя, этот человек, и ты думаешь, блин, какой человек ушел. Я одна, без него осталась. У тебя жалость за себя означает, что у него все хорошо. Если человек ушел, и ты думаешь, как тяжело, вот он ушел, ему так плохо сейчас. У тебя за него душа болит, значит, он плохо. Он вниз пошел, надо молиться, значит, за него. А если он ушел, у него все хорошо, молись, чтобы не думать о том, что ты одна осталась. Человек никогда один не остается. Вот здесь внутри всегда живет самый лучший друг, веды говорят. Самый лучший друг вот здесь находится. Это представительство Бога. Самый лучший друг вот здесь находится всегда. Но мы к нему не обращаемся. Мы его не видим, не понимаем, что он рядом с нами. Вот здесь прямо находится, вот здесь. В этом наша проблема заключается, что мы не знаем, кто самый лучший друг. Все бросают. Родственники бросают, жена бросает, дети бросают, все бросают. Все уходят в этом мире. А лучший друг остается с нами. Но мы его не замечаем, потому что нам не нужен он. Нам нужно что-то такое ощутимое. Мы не понимаем, что мы души. В этом проблема. Огонь придаст расплавленному золоту больше блеска. Так и с принимающим страдания для очищения духа, добровольно переносимые ими аскезы, придавив им особое сияние. Человек должен стремиться к аскезам. Должен стремиться к аскезам. У меня было очень тяжелое детство. Родители ругались, постоянно ругались. Отец пил, просто непоносимо было жить. Я не знал, куда мне бежать. Я страдал как не знаю что там. Уже начиная с того момента, когда я осознавал себя в 7-8 лет. Я просто не знал, куда мне бежать. Так было тяжело. Я не знаю, по какому наитию, то есть это как-то интуитивно произошло. Я начал просто выбегать на улицу в плавках и обливаться ледяной водой. Облился, легче стало. Потом я начал голодать. Бросил есть мясо в 9-м классе на год. Но я не знал зачем, просто чувствую легче так жить. Не знал зачем бросать, легче стало жить. Голодал по 2-3 дня. Начал в проруби купаться. Потом ближе к 10-11 классу в проруби начал купаться. В баню потом начал ходить. В баню бросают этот, чтобы она разогрелась. Все выбегают оттуда, а я туда захожу. Сажусь и начинаю парнояму делать. В этом паре этот огонь весь прожигает тебя. Ты сидишь и дышишь там. Я просто хотел облегчить страдания. У меня не было другой цели. Я не понимал зачем жить. Но я хотел просто аскезы облегчать страдания. Человек становится сильным от аскетизма. Начинает правильно жить, просто рано вставать. Просто обливаться прохладной водой. Просто кушать вовремя. И все, и жизнь становится уже легче. Потому что это аскеза. Ты хочешь кушать на ночь. Почему? Хочешь расслабиться. А надо по-другому расслабиться. Надо пожелать всем счастья. Потому что ты психическую энергию вся плохую принял. Пожелай всем счастья. Расслабься и ложись спать. Не надо заедать ее. Потому что ты заел ее. Она куда пойдет? Болезни. Понимаете? То есть аскеза всегда хорошо. Аскеза это что такое? Это сражаться за свое счастье. Повторять я желаю всем счастья как можно больше. Вот у вас... А? У вас в Омске такой случай был. Дет 10 назад, наверное. Я приезжал, лекции читал. Женщина одна мне рассказала свой случай в жизни. Она говорит, у меня сын шизофрении болеет. И у нее такие приступы, что он, когда приступ запирается дома один, и ни с кем не хочет разговаривать и не ест ничего. То есть просто помирает. Если его пытаются открыть, то он начинает суицидом пытаться. Кто помнит этот случай? Вот помните? Помните? Знаете этого женщину? Не знаю. И она начала повторять, я желаю всем счастья. Непрерывно. Вот с утра и до вечера просто повторять, я желаю всем счастья. И думать о сыне. Он звонит ей и говорит, мама, я хочу тебя видеть. Хотя наоборот, он мне телефон не берет. Он звонит ей сам, мама, я хочу тебя видеть. Она набрала еды, набрала там лекарства, чтобы подмешать ему пищу, чтобы он пришел в себя. И она его вытащила таким вот, приходила, его кормила, и он пришел в себя, спасла ему жизнь. Просто повторяла, я желаю всем счастья и все. Это называется победа над судьбой. Понимаете? Люди как? А-а-а-а! Помогите! Вот здесь помощь находится, вот здесь. Вот здесь она находится. И когда человек вот здесь постоянно молится, вот здесь, Бог ему дает знание, как жить. Я когда с ведическим знанием познакомился, я поехал под Москвой, был в ведический такой центр, и там люди жили вместе. Я прям со всей семьей поехал туда пожить годик, изучать, как жить правильно. Там такая суровая жизнь была, аскетичная. Я вот в это место как-то шел с другом по лесу. Какие-то люди, наверное, которые просто злобно относились к этому поселению. Ну просто были, просто два человека. Мы идем по тропинке, лес кругом, идем по тропинке. И два человека в плащах такие идут перед нами, тихонько, чтобы мы их догнали. Я ничего не подозреваю, иду, иду, просто мы проходим, они вот так по бокам, и мы проходим мимо них. Я постоянно в молитве молюсь, молюсь, иду. Ну просто мне хотелось понять, что это за жизнь. И я вот шел, шел такой вот, вот таким. Мы вдвоем идем. И я, когда я их прохожу, вот прямо вот, вот всеми фибрами своей души чувствую, что сзади летит дубина по башке. Вот всеми фибрами своей души. Я чувствую, как вот точно так же, как будто бы, вот я вижу вас сейчас. Но откуда мне это было знать? Я взял вот так вот, раз, и мне чернуло просто по голове. Не попало. И другу говорю, беги, но он не успел, потому что ему по ноге попало. И мы побежали с ним. Они потом, так как он хромал, его догнали в лес. Никого вокруг нет. Его бьют, я стою здесь. Два человека с дубинами убивают моего друга, я стою здесь. Что делать? У меня нет ничего. Бежать под дубинами? Один вариант. Я выбрал другой. Я сосредоточился в своем сердце. Это бы в секунды происходило. Сосредоточился в своем сердце. Вспомнил святого человека. Настроился на то, чтобы он помог. Выложил эту силу в свой голос. Как-то само это вот так происходило, все автоматом. И у меня голос стал густой. И у меня голос стал густой. Вот такой, знаете, как гровой он. Такой густой голос стал. Я вот таким голосом сказал им. Если вы сейчас не закончите, вы погибнете не своей смертью. То есть, ну, то есть, начал вот так, ну, так, проклинать, что ли, как-то, ну, то есть, гровым голосом таким им сказал. Буквально я вот стою вот так вот. Как стал стоить рядом со мной. Это чистая правда была то, что они делали. Знаете, что произошло? У них руки опустились вот так вот. Дубинки опустились. И они побежали. Куда побежали? Зачем? Они другу ничего не сделали. Он занимался ушел. И он мог блоки ставить. Ну, как бы, блоки поставил. И ему там пару синяков сделал. Ни переломов, ничего. Вообще ничего не сделали. Бог защитил. Когда мы пошли в милицию, я запомнил лица этих людей, описал эти лица. И милиционер, понимаете, милиционеры же разные бывают. Милиционер из-за вот этой силы молитвы так влияет. Он, знаете, он смотрит на меня вот так вот. И говорит, я не знаю, почему я тебе хочу помочь. Я ему писал человек. Я говорю, вряд ли вы его найдете. Начал изучать. Начал изучать различные людей. Целое следственное дело сделал. То есть начал изучать, изучать. Потом приходит у него такая сияющее лицо. Такое лицо такое довольно счастливое. Приходит через неделю такой ко мне. И говорит, я хочу тебе кое-что сказать. Я говорю, нашел. Я, говорит, их нашел. Я, говорит, сделал их массаж. Массаж палочками массаж, массажной палочкой. Они сейчас отдыхают лежат. Но они сказали, что никогда больше так делать не будут. Такой счастливый он сделает массаж палочкой массажной. И отдыхает он счастливым. Не встал отсюда никуда. Он просто сам делал массаж и все. Так действует. Как он нашел. Я не знаю, как он их нашел вообще. Понимаешь? Убивительно. Такие истории означают, что молитва, она все может сделать. Все, что угодно в жизни. Я не буду все свои истории рассказывать. Но так или иначе, таких историй достаточно много. У каждого человека, который этим занимается, вы увидите, что эта жизнь меняется полностью. В жизни все меняется. Надо просто свою внутреннюю силу применить. Это называется аскеза. Есть разные способы применить внутреннюю силу. И веды даже объясняют, какие способы, когда нужны. Когда они работают. Аскеза означает жить не для себя. Ну, допустим, вы на работу не можете устроиться. Допустим, на работу можете. Поднимите руку, кто не может на работу устроить. Хорошо. Сейчас я вам дам аскезу. Работа означает деньги. Деньги означают, прежде всего, пища. Ням-ням. То есть, не может человек не устроиться, прежде всего, в чем он страдает. В том, что он боится, прежде всего, с голоду помереть. Так? Остаться голодным. Так или нет? Прежде всего, от чего человек страдает без денег? Что пища. Пища – это главное для жизни. Так? Не работаем, значит, опасность просто голодать. Так или нет? Самая первая опасность человека. Веды поэтому рекомендуют. Если ты не работаешь, значит, в этом направлении двигается твоя карма. В каком направлении карма двигается, туда и прилагай свою аскезу, говорится. Бери пищу и начни кормить птиц, людей голодных, бабушек вокруг, дедушек, всех, кто голодает вокруг и нуждается в еде. Корми птиц, животных, всех иди и корми. И кормить, и ни о чем не думай. Не думай, когда Олег Геннадьевич сказал на работу, где работа? Я кормлю уже деньги, где работа? Деньги заплачены, где услуги? Если человек так думает, никакой работы не будет. Надо в себе жабу победить, а не душить ее, душить жабу надо. И кормить просто, и искать в этом счастье, просто кормить всех вокруг и радоваться. А жаба будет говорить, работа будет. И надо ее в это время душить. Потому что если человек не душит жабу, называется аскеза в страсти, она не дает никаких плодов. Нету толка и все. На том, когда ты победил себя и просто живешь в живешь для других, и все, совершаешь вот эту аскезу. Все. Победил себя, значит, будет работа. Как она прибьет в общении? Вообще просто, ну вот в этом заключается вся фантастика. Обычно это происходит с совершенно неожиданной стороны. Чаще всего просто звонят друзья и говорят, слушай, у нас такая работа, по-моему, не работа, может, ты хочешь поработать? А как раз то, что тебе надо было, понимаете? Просто фантастика и все. Не верьте? Не верьте. Не верьте, попробуйте. Я вам практические вещи даю. Второй вариант. Девушка не может выйти замуж. Поднимите руку, кто не может выйти замуж? Хотите понять себя? Хотите понять себя? Приходите на себя. Сейчас поймете себя. И сразу замуж выйдешь. Пусть мы будем тренироваться. Сейчас я буду вас передразнивать. Но это будет... Еще одна. Сейчас я остановлюсь такой девушкой. Внимайте, смотрите. Спасибо. 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 Приходить к ней домой, готовить ей пищу в свободное время, стирать ей белье, заботиться о бабушках, заботиться о дедушках, заботиться о родственниках, заботиться о папах, о мамах. Мама, тебе что-то нужно? А что ты хочешь, дед, доченька? Я хочу прийти приготовить тебе. Приходите, даже если чувствуете себя плохо, что вам не хочется никому готовить, потому что вы несчастная, вы одинокая, идете и готовите маме с улыбкой, главное, чтобы она не почувствовала, что вам тяжело. И вы пытаетесь постоянно отдавать, сначала это будет очень трудно, и вы будете кряхтеть, то есть вы будете чувствовать, какая несправедливость, я хочу, чтобы обо мне заботились, но никто обо мне не может позаботиться, мне надо заботиться о других. И вы сначала будете чувствовать вот такую вот очень тяжелую ситуацию в жизни. Потом вы почувствуете, что забота – это нектар, заботиться о нектаре, и вы начнете в этом нектаре жить, вы начнете всем раздавать, все кормить, заботиться, ну то есть любить людей, любить. Подружкам звонят, как дела, там, заботиться о них, главное, не справиться, главное, и в коем случае не пускать ни одной мысли, что тебе плохо. Если кто-то пытается заводить разговор о том, что ты одна, что тебе надо помочь, прав, говорите, нет, это все ерунда, не пускайте эту мысль, не пускайте саму идею, что кто-то должен вам рассказывать о том, как выйти замуж, чтобы об этом думали, печалились, не пускайте этой идеи вообще в себя. И постоянно заботитесь, заботитесь, заботитесь и заботитесь обо всех. Вот не надо мне обещать, вот сейчас вы будете делать следующее. Сейчас начните мысленно заботиться, бабушки есть знакомые, дедушки, а? А вот женщина пожилая, все эти мысли, вот например, за 30, ей за 30. Подойдите к ней, пожалуйста, и скажите, вы такая хорошая, я вас так люблю, обнимите ее, поцелуй. Смотрите ей в лицо. Видите, какая красавица. Парни, забейте или нет? Видите, какая хорошая девушка, не ладно? Замечте мне, слава. Ну, вот такая жена может достаться. Вике лицо поменялось. Увидели или нет? Вы поняли, о чем я говорю? Я не шуточки здесь шучу. Я серьезные вещи вам говорю, что даже сейчас осталось все. Полностью изменение, понимаете, одно, один поступок маленький. Полное изменение в лице. По-другому восприятие мира идет, другой цвет лица. Женщина наливается красотой сразу, у нее другой цвет лица, по-другому все, все работает, начинает по-другому. Надо просто начать быть женщиной, понимаете? Победить судьбу означает перестать мечтать, думать о чем-то, просто начать жить, начать жить. Это называется аскеза. Потому что в таком состоянии, когда женщина одна, ей это делать крайне тяжело. Крайне тяжело. Но именно в этом заключается выход. Понимаете? В этом нет другого выхода. Надо заботиться, заботиться и забыть про себя. И в это время счастья все больше, потом будете выбирать. За этого замуж или за того. Просто самое главное поймите, что когда вы недозаботились, вот вы заботитесь о других, у вас свет пошел в лицо, у вас настроение пошло. Это значит, что на вас будут смотреть. И дальше не подпускайте к себе мужиков. Следующий. Не подпускайте к себе мужиков. Потому что когда вы не наберете силу, вам будут приходить люди, которые не имеют силу жениться на вас. Они будут такие, знаете. И надо их держать, надо себя ценить. То есть заботиться и ценить себя. То есть пришел какой-то человек, а Ленинач обещал, что надо держать его на расстоянии. Все, как бы хорошо, улыбаемся, но не пускаем постели. Не пускаем. И он раз отводился, значит, надо дальше заботиться. Значит, как бы. И то, что сорвалась рыбка там, он просто это был малек. Все. Малек не берет. Дальше обо всех заботитесь. Живете такой жизнью. И смотрите, что рыбка пошла покрупнее, повыше. Смотрите, потом раз, там уже не загордитесь главной собой. Ведь человек серьезный хочет жениться. Не надо думать, что вам положено там какое-то это. Уже одна из проблем, почему замуж не выходит. Да. А вот пришел человек, настоящий амич. Ну, простой мужик, короче. Не как вы думали. Он хочет вас замуж взять. Надо выходить. Потому что нет мужиков божественных здесь, на земле. Есть простые, все божественные, а не монари. А простые мужики, вот простые, с которым карму отрабатывать и страдать вместе. Это тот, кто мужем должен быть. И надо просто соглашаться. Но не сразу. Не сразу. Помучить его. Посмотреть, да. Посмотреть, как он будет себя вести. Если он будет на коленях стоять, говорит, я же тебя дам. Все. Значит, нормально. Надо сразу взяться, а потом в постель уже. На следующий день. Мужчина. Мужчины есть, которые не могут найти жену? Нет? Не скажут. Лишь не говорят. Молчат. Женщины, они такие, они более смелые, правда. Они готовы на все. Выходят все. Они смелые люди очень, женщины. Я знаю, даже в зале здесь сидят. Я даже вижу, кто. Я покажу просто. Ну зачем мы еще? Знаете почему? Сейчас объясню. Вот если мужчина, смотрите. Вот так вот. Сейчас покажу. Вот так вот. Вот так. Вот так вот. Вот так. Вот так вот. Ну вот так вот. Вот так вот. И 24 часа в сутки. Вот так. В результате его психика начинает работать по левой стороне. То есть у него теряется воля, теряется решимость, теряется возможность работать над собой. И он такой погружается в компьютер, сидит целыми днями, работать не может, ничего не может делать. Груст, тоска меня следает. Не женат, лишь я погружу. Но он на самом деле не думает о том, что он не женат. Он думает вот об этом, понимаете? Не только о формах, а их применении. Он не может отлиться от этого 24 часа в сутки, думает об этом. Он теряет себя как личность в это время. У него жар возникает в теле. И он становится как тряпка просто, и все. И никакая девушка за него замуж не выйдет. Потому что когда она видит такого мужчину, ей дурно становится сразу. Ей плохо становится просто от его вида, потому что он ее съедает глазами. Сжирает просто, понимаете? Я не говорю про маму, конечно. Мама-то он не съедает, понятно. Но он съедает помоложе, тех, кто помоложе. И она пугается, женщина пугается. Потому что кому нужен такой муж? Которая будет съедать просто, представляете? Лопать ее будет. 18, если думает, только 18. Ну что хорошее все равно. Вы не понимаете о том, что у него в голове. А я изучаю это, понимаете? Это наука. Здесь не бывает других вариантов, понимаете? У вас-то у матери прям создаст впечатление. Какая шуфкая вы у вас. Ясно, что у вас будет другое впечатление создаваться. Мой же сын-то. Мы. Меды объясняют, как должны мужчины совести. Он должен совершать аскезы. Должен работать. Он вообще, то есть мужчина должен забыть о том, что он о чем-то должен думать еще. Вот у меня учатся 12 человек. Ребята, 12 человек. Учатся. Они как монахи живут. То есть, чтобы изучить это знание, видеть людей, надо очень сильные аскезы совершать. Они живут как монахи. У них нет девушек в жизни вообще. Они просто учатся целыми днями. Я построил этот день таким образом, что они встают в 4-5 утра и ложатся в 10 вечера просто на повал. Падают. У них нет ни секунды времени свободы. Ни секунды. Постоянно они заняты. То они молятся, то они изучают, то они помогают мне. И они постоянно вот такие погруженные, 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 погруженные. Если они девушку голову увидят, они подумают, так, это не веточка. Веточки там учатся. Или это не трава. Он говорит девушку, что он не понимает, зачем она нужна, как бы она не помогает выучиться. Понимаете, нет? Сила какая у них. И они спокойно живут. Но я знаю опыт других, кто обучал. Если время свободное дать чуть-чуть, все, крыша слетает сразу. У молодого человека чуть-чуть свободного времени, в это время у него сразу это... И все. И это означает, энергия начинает двигаться по-другому. И она идет в левое полушарие, означает, ему жарко становится. У него перегреваются половые органы. У него семя теряться начинает по ночам. Понеслась. И у него эгоизм возрастает. Он начинает гневаться, злиться на всех, хочет всех убить. И ему хочется срочно жениться. Или, по крайней мере, сексом заниматься. Учеба уже нет никакой. Видите, вебы все описывают. Целая система. Как надо жить, что делать. И они добровольно туда идут. Их никто не держит. Они сами хотят, понимаете? Эти ребята. Итак, мужчина должен стать мужчиной. Он должен занять себя чем-то. Он должен потерять свободное время, работать над собой целый день. С утра до вечера. И так он становится сильным человеком. Когда мужчина становится сильным, из него начинает исходить сияние определенное. И это сияние, оно очень привлекает девушек. Я думаю, какой мой парень хороший. И что, он не женат, что ли? Нифига себе. Такой мысль у них возникает. Он начинает выбирать. Но если он ничем не занят, если он тоскует, то он как тряпка становится. И он никому не нужен произведать. Начинает выбирать, да? А это другая проблема. Обозначает безответственность. Мужчина боится семейной жизни. Он начинает выбирать, рыться в женщину. Это безответственность так действует. То же самое. Та же самая энергия по-другому может по-разному работать. Мужчина, когда роется, роется. Он боится жениться. Это значит, что он не безответственно к жизни относится. Он боится семейной жизни. Он хочет наслаждаться женщиной, но отвечает за ее эмоции и не хочет. Причина тому тоже отсутствие мужской силы. Понимаете? Тоже нужны аскезы. Нужно совершать аскезы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok